Здравствуйте! Сегодня я немного расскажу о весенней прививке Азимины Трехлопастной. Я прививаю ее методом простой копулировки в конце марта, в начале апреля. На сиенце Азимины же. Вот смотрите, тут было две прививки. Первая не прижилась, исключительно из-за моей ошибки. Видите, здесь нет срастания из-за того, что я слабо притянул привой с подвоем. Из-за этого не произошло срастания. Вот здесь, рядышком, срастание уже произошло. Сегодня у нас 6 мая. Съемки проводятся у меня на даче в окрестностях города Толпцы. В 100 метрах над уровнем моря и в 6 километрах от города. Когда у нас уже прививка приживается, это видно по пробуждению почек, необходимо снять обвязку. Вот я ее так снимаю аккуратненько. Причем, как и у других плодовых культур, полностью обвязку сначала снимать не нужно. Нужно ее немного ослабить. Потому что по мере роста, вот эта нитка будет впиваться в ткани подвоя. И это будет препятствовать росту привоя. Вот так снимаем мы нитку. Вот так снимаем нитку. А потом я сниму пленку. Некоторые нитку не используют. Некоторые используют только пленку и сразу кончиком же пленки и заматывают прививку. Но я предпочитаю подстраховываться и дополнительно такую вот ниточку наматываю для того, чтобы плотнее было соприкосновение привоя с подвоем. Вы видели, что в первом случае не получилось притянуть даже с помощью нитки, из-за чего у нас прививка погибла. Вот и аккуратно отматываем нашу прививку. В данном случае вы видите, что не удалось добиться абсолютного совпадения диаметра привоя с подвоем, из-за чего сращивание произошло только по одной стороне. Вот здесь сращения нет. А с этой стороны вы видите, что срастание уже произошло. Полностью снимать обвязку, как я уже говорил, не стоит, потому что место срастания еще слабое. И в случае сильного ветра или даже может собака или кошка пробежать, они могут сломать. Поэтому я еще вот эту ниточку потом привяжу, так слабенько, чтобы она просто фиксировала место срастания. И таким образом эта прививка уже будет в дальнейшем расти. Нет никаких сложностей в прививке Азимины трехлопастной. Она очень легко приживается в конце марта, в начале апреля в наших условиях. Это в условиях города Туапсе. Конечно, все зависит от погоды. К сожалению, я не смог показать полностью технику прививки из-за того, что мешали дожди. Где-то с середины января и вот до начала мая обязательно в выходной был дождь. Мне уже пришлось прививать под зонтом. Конечно, снимать в таких условиях очень неудобно. Поэтому я вот только показываю, как произошло срастание. Здесь точно так же, как и в случае остальных плодовых культур, также прививаю я и черешню, и яблоню, и груши. Процент срастания довольно высок. Ну, надо, конечно, следить, чтобы подвой не был моложе привоя. Вот в данном случае на двухлетку азимину я привил двухлетку уже привой. Это новый сорт Прима 12-16. Надо сказать, что у меня все азимины не сортовые. И я вот начал обновлять ассортимент. Вот этот сорт считается одним из лучших на сегодняшний момент. Поэтому я буду потихоньку прививать на сенец и сортовые растения. Вот такой мой опыт прививки азимины трехлопастной. Надеюсь, он будет полезен зрителям. Спасибо за просмотр. Если будут вопросы, пишите в комментариях. До свидания.